вот такая вот сельская идиллия у меня с утра сегодня в таком вот альберге приюте провел я ночь за девять евро один все для меня персональный хостел 7 утра хорошо выспался отлично очень уютно очень приятно понравилось и иду в путь попрощаюсь с птицами с барменом и отправляюсь вот урок который я получил в этот день карта maps me показывала что вот в этой точке на выходе из этого городка будет вода источник воды ну я и вышел без воды думаю сейчас наберу вот я пришел сюда набрать воды а источник этот не работает то есть урок в следующем на всякий случай из-под крана надо налить хотя бы пол литра воды если вы приходите источник работает выливаете наливаете себе свежий не работает по крайней мере не останетесь как я эти пять километров идти без воды хорошо что еще было раннее утро и жара еще не наступила а вот следующий городок обещает нам замечательную церковь очень знаменитую ялкасар де сирга находится в нем знаменитая церковь санта мария ла бланка удивительным образом вы входите в городок которого население 200-300 человек и встречаете там такой абсолютный шедевр готической архитектуры как эта церковь начало строительство конец 12 века то есть романские элементы тоже присутствуют окончание строительства 14 века принадлежала ордену темплиеров размеры объясняются также тем что выполняла и оборонительные функции тоже не единственная многочисленные церкви соборы выполняли оборонительные функции в те годы это были приграничные территории кастильи поэтому и отсюда и такие архитектурные элементы которые кажутся бессмысленными в наше время для такого небольшого поселения вот я насколько мы помним без воды тот парень впереди меня похоже тоже все бары пока закрыты 7 утра с небольшим 730 и нашли только автомат по продаже кока-колы за полтора евро взял бутылку кока-колы пол-литровую ну я сильно не расстраиваюсь потому что вскоре должен быть городок достаточно большой корион дэлос кондес и где я рассчитываю позавтракать закупиться тем что мне необходимо сделать бутерброды еще что-нибудь и посмотреть достопримечательности городок достаточно известный в историческом смысле вхожу в городок корион небольшой за настоящее время две тысячи населения основан был арабами и отобран был у рабов в конце восьмого века христианскими дружинами северной испании а это я подхожу к первой знаменитой достопримечательности этого городка церковь святой девы марии пути имеется ввиду пути якова в романском стиле церковь середины двенадцатого века знаменита тем что в церкви которая была на месте этой церкви до постройки в 1772 году в 11 веке прятался король леона альфонса шестой после того как проиграл битву королю кастиль и санчо битва произошла в местечке голь пехера неподалеку отсюда это вторая не менее знаменитая церковь этого городка корион церковь святого якова тоже середина двенадцатого века это считается кульминацией архитектурного искусства в романском стиле испании особенно вот этот фасад и эти ворота и и и и и и и это центральная площадь плаза майор городка корион де лос кондес здание правительства города а я ищу где мне позавтракать вот в бар оказался поблизости но я счету мне не понравилось что там ждать пришлось зашел в магазин и на 2 евро накупил себе холодного кофе и всяких сладостей вот в этом замечательном парке который мне очень понравился я отлично позавтракал и готовлюсь к тяжелому пути и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Последняя достопримечательность в городке Кореон, которую я вижу, это Королевский монастырь Сан-Зуило. 11 века монастырь, в настоящее время также действующий, хотя имеет отель и музей, Клунийский монастырь. Монастырь – это разновидность бенедиктинцев, появившийся в 10 веке, принадлежал когда-то Гомесу, одному из богатейших и влиятельнейших людей в Костельском королевстве. Ну а я уже выхожу из города и мне предстоит 16 километров по прямой, открытой прямой, без населенных пунктов пожаре. Вот так по прямой, абсолютно прямой и открытой дороге. Из единого человека и населенного пункта я уже иду 12 километров, более двух часов. Устал. И еще идти огромное количество километров и сегодня, и завтра, и послезавтра, если я хочу пройти в Леон на день раньше, чем все. То есть иду больше километров каждый день, этап закончился вот 12 километров назад, а я иду, еще буду идти еще столько же, как минимум, и чтобы мне осталось два дня хода. То есть для ночевки два дня. Я приду в Леон, а там буду лежать, надо ускоряться. Леон, а там буду лежать, надо ускоряться. Это выглядит как мираж в пустыне. После 16 километров по прямой, без ничего абсолютного по дороге, а я вхожу в городок Кальцария-де-Ла-Куэса. Так, здесь очередной этап заканчивается, я все равно останавливаться здесь не хочу, пройду еще километров 7, наверное, до следующего городка. Тем не менее, сделал все-таки небольшой крючок, чтобы оценить местную церквушку Святого Мартина. Иглесия-де-Сан-Мартин. Такой вид она обрела в 16 веке. Стиль возрождения. Пожалуй, самая незамечательная никакая церковь, что я сегодня видел, но двигаюсь дальше. Это зерно. Урожай собирают. Машин здесь сельскохозяйственных больше, чем легковых в этих краях. Иду дальше. Последний кусочек 7 километров до городка Леди Госс. Иглесия-де-Сан-Мартин. 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 Вот я вот, наконец, подхожу к Альбергу, хостелу, в котором я буду ночевать. Заранее скажу, что это один из лучших, что я вообще по пути останавливался. 12 евро стоило. Отличный ужин еще за 12 евро я взял. Ну и вот, самое главное, подружка меня ждала, чтобы развлечь меня. Ошка. Иглесия-де-Сан-Мартин. 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 И вот такой ужин из двух блюд сладкого десерта и вина слегка скрасил мой тяжелый день. Стоило 12 евро и, в общем-то, отъелся я до отвала. Всем пока. До следующего дня.